Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Продолжаем чтение книги «Песнь песней Соломона» на библейском портале экзегет. Сегодня третья глава. В «Песнь песней» дважды дается образ ночного искания невесты в третьей главе и в пятой. Эти два ночных искания, они схожи и отличаются. Схожи, что ночью невеста и святого ниха. Различие, что искание в третьей главе — это искание невесты, которая никогда не обладала женихом. А в пятой главе она имела жениха и утратила. Теперь ищет его. Итак, третья глава. «Наложимая ночью, я искала того, который любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, который любит душа моя. Искала его и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город. Не видали ли вы того, который любит душа моя?» Наложимая ночью, в данном случае, имеется в виду состояние души, состояние народа, который еще не имел и не имеет Христа. «Он находится во тьме этого мира». Господь ведь явится вифлеемской ночью. Мир был во тьме. «Ночь неведения, ночь заблуждений, мрак, для одних язычество и безбожие, для других народ израильский, хотя и пророки, хотя и закон, но мессии еще нет. Как в псалме вопрошаются стражи, сколько еще до утра?» Народ ждет, а еще ночь. Он еще не пришел, солнце, правда, еще не взошло. «Наложимая ночью, искалая». Это очень своеобразное состояние. Народ израильский не имел мессии, но внутренним своим состоянием и сущностью он искал его. Душа языческая приносит жертвы идолам, но внутренним состоянием она ищет. Ищет того, кого не знает. «Наложимая ночью, я искала того, которого любит душа моя». Как же она может его любить? Да, может. Она его уже любит, хотя никогда не видела. Она его уже любит, хотя он никогда не обладал ею. Она его любит, хотя она его не знает. Это такое потрясающее глубинное состояние искания того, чего еще у тебя нет и чего у тебя еще не было. Я искала его и не нашла его. Где же она его искала, а где только не искала. Встану же я, пойду по городу. Какой город? Одни отцы усматривали здесь, под городом, образ этого мира. Другие – град Божий. Здесь можно вспомнить блаженного Августина, который видел всю человеческую историю, как странствование в этом мире града Божия и ему противостоящий Вавилон. Град мира сего. Можно и так, и так воспринимать. Или это град мира сего, и тогда это люди мира сего, не знающие Бога, не знающий Мессию. Либо даже это град Божий, и тогда это Ветхий Израиль, тогда это Иерусалим. А если для души человеческой, это даже и сегодня Церковь, как Божий град, странствующий в этом мире. Так иначе, по-третьему, язычник, израильтянин – душа человека в христианской традиции родившегося, но еще не познавшего Господа. И вот она идет и ищет, ищет по улицам и площадям. Улица и площади – это все, что угодно. Улица и площади – это этот мир. В городе всегда улица и площади. Улица связывает одно место с другим. Площадь собирает людей. И в этом мире есть связующие улицы, и есть площади, на которых этот мир занимается войной, политикой, градоустроением, занимается философией, искусством, театром. И повсюду ищет душа. Я буду искать того, которого любит душа моя. И трагическое, до души пронзительное, искала я его и не нашла его. И вот в это время встретили меня стражи. Эти стражи не обходят город. Они его стерегут. Если это мир, то этот мир имеет своих стражей, вплоть до буквального. Это стражники Рима, это стражники великих городов, это философы, это стражники интеллектуального мира. Это различные люди. И вот эти стражи, они обходят город. И душа вопрошает, не видали ли вы того, которого любит душа моя? Со стороны стражников нет никакой реакции. Они как будто не слышат ее вопроса. На ее вопрос у них ответа нет. Этот мир и стражники этого мира не могут ответить. Но едва я отошла от них, вот это очень важный момент. Должно отступить. Пока ты ищешь в этом городе, ты его не можешь найти. Пока ты вопрошаешь у стражников, они тебе не укажут путь. Они тебя не наставят. А кроме всего прочего, да ты им совершенно безразлична. Но едва я отошла от них, от них надо отступить, отойти. Как нашла того, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпустила его, доколе не привела его в дом матери моей. И во внутренние комнаты родительницы моей. Это счастливейший, блаженнейший момент самой величайшей находки. Когда, наконец, отошла от стражников этого града, где его не найти, она нашла его. Она, наконец, нашла того, которого любит душа моя. Это было очень наглядно в недавние советские времена, когда люди искали, душа искала. Это было некое богоискательство без знания Бога. Искали кто где, кто в чем. И вот когда, наконец, отступили от всего того, где искали, и вдруг душа нашла. Нашла и узнала. Это потрясающе. Так ты же его не знала. Тертулиановская душа человека по природе христиан. То есть ты его не знала, но когда ты его увидела, вот это он и есть. Это бывает действительно у юной девицы, которая от времени своего отрочества уже помышляет о том, которого Бог ей судил. Но она же его не знает. Она не знает ни его имени, ни каким он будет. Но когда он вдруг появляется в ее жизни, душа сразу откликается. Это тот. Это тот, которого любит душа моя. Ухватилась за него и не отпустила его. И действительно, если происходит вот эта встреча со Христом, если, наконец, после долгих блужданий в различных учениях, философиях, может быть, сектах, в различных земных благах, которые такой богатой россыпью перед нами раскрывают этот мир, и вот, наконец, она ухватилась за Христа и уже не отпустила его. Она ни на что не хочет его променять. Это он. И она приводит его в дом матери моей. То есть, она приводит его к себе. Это может быть, если говорить об израильском народе, синагога. Иисуса привели туда. На сороковой день его ввели в храм. И он не однажды его приводили в храм, и он входил в синагогу. Если речь идет о душе, то это дом матери, это внутреннее покое нашего сердца. Туда, куда мы не скоро кого-нибудь впустим, не скоро кого-нибудь введем, туда, в внутреннее нашей души и сердце, мы вводим Христа. Святой Феодорит Кирский, он здесь делает такое богословское обобщение, что под матерью можно понимать предвечную Софию, премудрость Божию, что вот в этот дом премудрость создала себе дом. Туда вводится теперь он. Во внутренние комнаты родительницы моей вводится теперь Господь в дом матери. Дальше текст обрывается с уже нам знакомым рефреном, проходящим через песнь, заклинанием. Мы уже в прошлый раз обсуждали значение этого заклинания, которое проходит через эту песнь. С 6 стиха 3 главы начинается некий особый образ. Эти самые черри иерусалимские, некий хор вопрошает, кто это, восходящая от пустыни, как бы столбы дыма, окуриваемая мирою и фимиамом, всякими порошками мироварника. Если в том ветхозаветном понимании, то это Израиль, идущий от пустыни сенайской в пределы обетованной земли, с истинным богослужением, с толпами дыма, с мирой и фимиамом. Или здесь речь идет о Церкви Христовой. Она восходит от пустыни, от пустыни этого мира, в котором нет покоя душе, в котором нет произрастаний райских, в котором нет Эдемского сада. Его ищут. Кто в когда-то, в древние-древние времена, бывшем золотом веке, кто, может быть, в светлом будущем, а здесь его нет. Здесь пустыня. Этот мир пустыни, он не Эдемский сад. И вот от этой пустыни восходит она. Кто она? Она восходит, как столбы дыма. Здесь действительно возникает этот образ столба облачного днем и огненного ночью, когда Израиль шел от Синайской пустыни. Церковь, она столб утверждения истины. Это дым, это молитва истинная. Это есть поклонение в духе истины, о котором говорит Господь Самарянки, который восходит к небу. Когда-то преподобный Серафим Саровский видел землю русскую, покрытой дымкой. Ему было открыто, что это молитвы. Они восходили от земли к Всевышнему, окуриваемая мирою и фемиамом. Смотрите, здесь какие образы невесты. Эта невеста идет от пустыни, она окуриваемая мирою и фемиамом. Мирра, мы уже отмечали, это горькая, смоленистая жидкость, она ароматична, и она горька, и ей умощают покойников. Фемиам, это воскурение ладана от ливанских кедров. Само слово ладан, ливан, означает белый. И здесь две природы. Человеческая мирра, смертная, идущая ко страданиям, и божественная, ладан, фемиам, идущая в жизнь вечную. Многими страданиями надлежит вам войти в Царство Небесное. Таков образ церкви, восходящий от пустыни этого мира. Всякие порошки мироварника, у нас и таинство совершается миропомазание, когда человек запечатлевается Святым Духом. А всякие порошки мироварника, это различные дары Духа Святого. Пустов Павел перечисляет девять даров, а перечисляет и девять плодов. Дары в Коринфянам, плоды в послании к Галатам. Он перечисляет. Всем этим окуривается невеста Христова, церковь или душа праведника, возлюбившая Христа. Это образ возлюбленной. Теперь переходим к шениху. И, наконец, он именуется по имени. Вот одры его, Соломона, шестьдесят сильных вокруг него, из сильных израилевых. Все они держат по мечу, опытны в бою. У каждого меч при бедре его, ради страха ночного. Насильный одр сделал себе царь Соломон из деревьев ливанских. Столбцы его сделал из серебра, локотники его из золота, седалища его из пурпуровой ткани. Внутренность его убрана с любовью, черем иерусалимскими. Пойдите и посмотрите чери сионские на царя Соломона, в венце, которым увенчала его мать его, в день бракосочетания его, в день радостный для сердца его. Соломон Шлома от слова Шлом мир. Христос мир. Он принес мир, не как дает этот мир, а совершенно иной. Когда он рождается, ангелы поют славу вышних Богу, и на земле мир. На земле мир — это воплощенный Бог. Бог — это слово, ставшее плотью. Это божественный жених церкви, народа Божия, души человеческой. Описывается одра его. Одра его. С одной стороны, его воплощение, а с другой стороны, отцы даже позволяли усмотреть здесь символ креста. Потому что Господь упокоился на кресте. Там Он испустил дух. 33 года Ему не было покоя. Он ходит по этой земле, Он ищет заблудшие овча, Он проповедует, творит чудеса. И не было Ему покоя, пока Он не упокоится на кресте. И не скажет «свершилось». И тогда Он предаст Свой дух в руки Отца. 60 сильных вокруг Него из сильных израилевых. Сама цифра 6 или 60, 6 на 10, она с одной стороны ассоциируется с творением этого мира и с другой стороны воплощает в себя ощущение Ветхозаветной Церкви Древнего Израиля. 60 сильных вокруг Него из сильных израилевых. Это праведники Ветхого Завета. Это Авраам, это Исаак, это Яков, это Моисей, Арон, Иисус Новин, это Исаия и Иеремия. 60 сильных вокруг Него из сильных израилевых. Все не держат по мечу, опытны в бою. Меч, как апостол Павел посланник Ефесянам говорит, это есть Слово Божие. Возьмите меч духовный, который Слово Божие. Ведь эти сильные, они все были носителями Божественного Откровения. И они держат меч, они опытны в бою. Интересно, что ощущение двух мечей, меч, который держит в руках и готовы к бою, и меч, который при бедре, который в ножнах. То есть Слово, которое разит противника в бою, и Слово, которое сокровенно в ножнах. Слово Божие, которое внутри нас есть, и Слово Божие, которое от нас исходит, разрушая дела дьявола. Ради страха ночного, этот страх ночной, это как раз ужасы этого мира, потому что мир во тьме, мир в ночи, и ночью страшно. И эти страхи, страхования, воздействия темных демонических сил. Насильный одр сделал себе царь Соломон. Продолжается описание одра. Из чего? Из дерев ливанских. Из ливанских деревьев Соломон создал храм. Древа ливанские означают божественную природу Христа. Мы уже говорили, что ливан белый, ладан воскуряемый Богу. Это все указания на его божественность. На этом одре есть столбцы. Они из серебра. Эти столбцы это подлокотники. Они из серебра, а сами локотники они из золота. То есть руки возлежат на них. Дела Христа они царственны. Он царь иудейский, он царь царей и Господь господствующих. Божественные его деяния, опоры их серебряные это уже вторичная слава в этом мире. Оседалище из пурпуровой ткани, которое напоминает багреницу, которую облечен был Христос перед своими крестными страданиями. Это указание на его кровь, это указание на его царское достоинство. Внутренность его убрана с любовью, черями иерусалимскими. иерусалимскими. Здесь как Кирилл иерусалимский, который в песне песни находит очень много соответствий прямым евангельским событиям. И здесь можно найти соответствие с теми женщинами, черями иерусалимскими, которые шли за Христом по скорбному пути и плакали. Оплакивали его. А Господь обращаясь скажет не плачьте обо мне, но плачьте о себе и детях ваших. Таким образом они с любовью совершают вот это убранство. Они идут вместе с ним на Голгофу. И эти Чири это и внутренние силы человеческой души. которые готовы украсить это убранство, которые готовы следовать за Христом, за своим небесным женихом. Пойдите и посмотрите через Ионский на царя Соломона. И призываются они теперь прийти и взглянуть на него самого. в венце образ терного венца Христа, которому венчала мать его иудейская синагога, которая осудила его на смерть, в день бракосочетания его. Великая Пятница Голгофа это бракосочетание, ведь именно здесь от ребра Христова истечет вода и кровь. в крещении и крови Христа рождается церковь. От ребра Адамова взята его жена, от ребра Христова происходит его церковь. Здесь день бракосочетания, день радостный для сердца его. Да, ночью он скажет душа и оскорбить смертельно. Божественно, священно и страшно страдания Голгофские Христа. Одновременно это день радостный. И когда он выводится стерновым венцом, то этот жених выводится к людям, все человек. День радостный, он в этом венце в котором он венчается с церковью. Таковы образы этой песни, таковы благочестивые размышления отцов. И каждый из нас уже и сам может читая по-своему как-то переживать все происшедшее. И эти образы, которые указуют на сочетание Христа и Церкви, Бога и души человеческой. венчается венчается на христа и венчается сочетание и венчается